133 года назад родился чувашский художник Моисей Спиридонов. Один из самых необычных музеев столицы Чувашии, расположенный в жилом доме квартира Моисея, дату решил отметить необычно, предложив всем желающим перерисовать шедевры классика. Всем неравнодушным предложили выбрать любимую картину Моисея Спиридонова и нарисовать ее в своем стиле. Наверное, сделать копию для этого самое лучшее, потому что, когда ты пытаешься скопировать, ты рассматриваешь его особенно внимательно, думаешь, как работал художник, в каком порядке он действовал, почему его это волновало. И уделяешь этому не просто две минуты, а несколько часов. И мне кажется, это хороший подарок художнику. Сама Мария Готлип, заведующая музеем квартиры и автор идеи, решила правила акции немножечко нарушить и скопировала шарж 1935 года. Спиридонов тогда с головой ушел в тему чувашского орнамента. Созданный портрет — еще и печать для работы с тканью. Возраст участников любой и профессиональное владение кистью необязательно. Иногда на помощь призывался искусственный интеллект. Вот Спиридоновский пузырист. А вот результат целого часа подбора придирок, сомнений. Мы с сыном нашли в нейросети современного пузыриста, хотя скорее флейтист. Та же человеческая печаль и думы о чем-то несбывшемся, пишет на своей страничке пользователь с ником Джордж Найтли. Мы привыкли видеть Моисея Спиридоновича в более старшем возрасте. И глядя на этот автопортрет, не каждый с первого взгляда вам скажет, что это Моисей Спиридонович. А ведь если приглядеться, это он и есть. Пока самая юная участница акции, 13-летняя Екатерина Кирова, она выбрала для повтора картину «Девушка Батаревского района». Я выбрала во многом из-за того, что в ней очень много моего любимого теплого красного. Я вообще его очень люблю, потому что он мне лучше всего удается. Ну и вообще. Меня очень завлекало ее такое интересное, сложное выражение лица. С таким накладным презрением и при этом стеснением. Мне очень хотелось его передать. Работу участников можно найти по хэштегу «По мотивам Моисея». Всем, кто пройдет по следам мастера, организаторы пообещали подарить обаятельный полезный текстиль, украшенный чуварским орнаментом. Вы тоже еще успеваете. Анна Филиппова, Вести Чувашия.